Прямо с неба из космоса на Землю часто прилетают вот такие загадочные предметы. Их называют метеоритами. Падая на Землю, они сильно разогреваются в атмосфере, расплавляются и вплавляются в каменную породу и в грунт. Но пролетая по космосу, такие объекты имеют заряд, отличный от заряда нашей планеты Земли. И поэтому из такого метеорита, особенно который содержит много металла, можно получать электричество. Он никогда не выровняет свой потенциал относительно нашей Земли и мы можем это измерить с помощью приборов. Давайте положим его на Землю и попытаемся с помощью обычного тестера проверить, насколько его электрический потенциал отличается от потенциала поверхности Земли. Этот метеорит упал уже миллионы лет тому назад. В нем вкрапление, наверное, юрского периода. И это дает нам шанс на получение большого электричества из обыкновенного упавшего с неба метеорита. Ну что же, приступим. Есть ли в нем электричество или нет, проверить это можно с помощью вот такого цифрового вольтметра. Я подключу вольтметр к Земле. То есть, по сути дела, я сделаю заземление с помощью вот такого черного щупа рядом с метеоритом. Конечно, чем лучше будет заземление, тем лучше будет и результат. Но давайте проверим хотя бы так. Я включаю прибор на измерение электричества. А именно сейчас мы измеряем вольты. И касаюсь красным щупом поверхности метеорита. Прекрасно видно, что от метеорита идет электричество в нашу Землю. Пока он летал в космосе, он накопил очень много космической энергии и теперь ее отдает. Но это лишь напряжение. Напряжение измерять. Это не так интересно. А есть ли ток от вот такого небольшого метеорита и ток, уходящий в Землю? Переключим прибор на измерение токов и проверим, будет ли от метеорита идти электрический ток. Ну что же, момент истины наступает. Мы откроем эту тайну и загадку. Как видите, контакт метеорита с Землей плохой, но ток при этом все-таки присутствует. Мы видим электричество, истекающее из космического объекта. Это совершенно бесплатный источник энергии, который можно применять где угодно. Тут рядом нет никаких розеток, никаких батареек. Мы находимся на поляне в лесу, под открытым небом. И никакие розетки нам здесь не могли бы помочь, чтобы сделать подделку. Да, действительно, из металлических метеоритов можно получать очень много электричества. Наверное, столько, чтобы даже лампочки могли засветиться. Посмотрите, как просто это происходит. И никакого обмана тут нет. Все действительно и все реально. Итак, батарейка из метеорита прямо перед вами. Продолжение следует... Продолжение следует...